Этот декабрь будут помнить долго, особенно дорожные службы. Непредсказуемость погоды, несмотря на все прогнозы, становится причиной дорожных коллапсов и аншлагов в травмпункте. Но снегопад, начавшийся ночью в среду в 3.15, коммунальные службы встретили во всеоружии. 18 единиц посыпочной техники и 12 тракторов выехали на борьбу с непогодой, едва появились первые снежинки. Такая предусмотрительность не позволила городу встать в одной большой утренней пробке, когда к 7 утра снегопад усилился. «Прежде всего мы убираем исключительно центральные дороги, проезды, центр города, но уже окраины и частный сектор мы убираем немножко потом. То есть, в течение дня мы убираем весь город от снежной массы». Когда погода усилила свой натиск, совместные действия коммунальников и госавтоинспекции позволили избежать заторов. Не было зафиксированы всплеска аварий, характерного для такой погодной обстановки. «Проезжая часть улиц и дорог была в областном центре заблаговременно просыпана. С самого утра, с самого раннего утра трактора с навесным оборудованием в сопровождении патрульных автомобилей ГАИ проехали по улицам и проспектам для того, чтобы обеспечить беспрепятственное и безопасное движение транспорта по дорогам». Впрочем, расслабляться рано предупреждают синоптики. Снег, выпавший ночью и утром, под воздействием небольшого повышения температуры воздуха подтаял, а ночные морозы могут снова превратить дороги и тротуары в каток. Показания термометра опустятся до минус шести, а ближе к выходным мороз серьезно усилится. «В пятницу и в субботу преимущественно без осадков. На отдельных участках сохранится гололедица. Вот в пятницу значительно похолодает. Температура воздуха ночью будет минус девять, минус четырнадцать и по области при прояснениях даже до минус семнадцати. Днем ожидается минус один, минус шесть». А вот новогодняя ночь, обещают синоптики, порадует снегом и комфортной зимней температурой. В целом, гродницы уже приспособились к капризам погоды, научились быть осторожными водителями и аккуратными пешеходами. Иоланта Будила, Дмитрий Пастернак, Новости Гродно+.